Дальше, друзья. Вот сколько девочек писем. Есть о чем поговорить, кстати? Вот в мою пользу. Ежем нормально. Кстати, не все подписываются. Е-мое. А, ну там ниже. Ладно. Итак, считаю, не важно. Здесь уже вещи посерьезнее. Я не просто берил лопату, делал яму метр на метр. Ну, то есть, уже разговор посерьезнее. Итак, пытался почитать рекомендации к высиву костящих слив. Хотя бы для начала. А не тропот уже имею. По большей части негативный, он же и ценный. Так. Читая красивые статьи, моментами понимаю их губительность. Вот видите? Это наш человек. Как то? Насыпать навозы. Господи. Суперфосфата, сульфата калия, доломитовая мука. Представляете, как кормить этих таргофей. По агрохимии, может, это и складывается в нейтральную питательную почву. Но мне видится, что растение сгорит быстрее, чем увидит свет. Да для меня это подарок судьбы, а не статья. Мне не это, не письмо. Вот. Сгорит. Еще совет видел. На ведро 10 литров. Насыпать 30 грамм мяч веселиться. Я снизу делаю мелко. Вот. Наросток под 100 миллилитров. Даже считать не хочется, что все в рамках учебника верю. Нет. Но делать не буду. Все так боятся, что растение поможет с голода, а залюбить не боятся. Понять, что планета умнее любого умника. Ростку нужна пустая почва. Господи. Какое счастье, что я не один. Чтоб корням было, зачем развиваться. Представляете? Метр на метр на метр. Рядом, помните, мешки, бедра полные. Это ужас. И все туда. На, жри, жри, жри. Так нет. А зачем они это делают? Они по полчаса туда насыпают, сюда разговаривают, рассказывают про метральную почву, про это. А теперь дал им это муки, потому что вдруг она кислая. Они сами не знают, какая она. Вот. За что? И как она будет? Жри ее как раз это. Так вот. Это пишет нормальный человек. Ростку нужна пустая почва, чтобы корням было зачем развиваться. Без должной транспирации не будет фотосинтеза. Питание должно идти от состояния растения, а не от предельных тормонесений. Ну все. Ребята, увольняюсь. Сейчас посмотрю, кто это. Я скажу, проводи вебинары. Все. Я больше не нужен. Понятно? Ну, ладно. Я же нудный. Давайте расшифруем слово «транспирация». Почему? Это не просто толковый человек. Образованный. Настоящим образованный. А дети, которые себя экспортами называют и учат убивать деревья. Столько умников развелось. Сотни, тысячи. Так вот. Давайте слово «транспирация» разберем. Без транспирации не будет фотосинтеза. А это не каждый знает это слово. Давайте. Учеба есть учеба. Я еще сказал, позвонил или не позвонил. Сегодня позвонили мне три человека. Или я позвонил. Это самое главное, которое я знаю. Я говорю, ребята, не надо останавливаться. А может быть, вы что-то еще почерпите. Не бывает. Полностью все знают. Вот. Читаем. Итак. «Транспирация» — это физиологический процесс испарения воды растениями через листы. Кстати, надо было еще и через это. Тут не упоминается. Еще и через… Это вообще одно и то же. Такие же устицы через кору. Так вот. Вспоминаем. Вот эти. Краска. Дальше. Транспирация спасает растение от перегрева. Правильно испаряется через лист? Который ему грозит на прямом солнечном свете. Транспирация создаёт непрерывный ток воды из корневой системы к листьям, которые связывают все органы растения в одно целое. Еще добавить… Еще от листья в корневой системе. Там же идет, знаете как, вот так. А я еще не припомню, где моя схема. Самодельная. Вновь придумана вот так. А потом вот так. Значит, ток воды от корневой системы к листьям. И от листьев фотосинтез глюкозы к корням. Вот это, вот тогда единое целое. Тут немножко человек… Ну, нет. Он не то, что там. Он просто сказал то, что от него требовалось. То, что действительно транспирация. То, что вверх. А то, что вниз, извините. Просто об этом, как впечатление, что никто не догадался. Особенно люди с ученым степенью, которые учатся отрезать нижние ветки. Которые кормят, как из корня. Ладно. А видите, я с улыбкой. Вроде бы страшные вещи и говорил, что отрезают. А сам с улыбкой надоело мне уже шашкой махать. Читаем пункт третий. С транспирационным током передвигаются растворимые, минеральные, частично органические питальные вещества. Понимаете? Вот для этого создаётся ток. При этом, чем интенсивнее транспирация, тем быстрее идёт процесс. Во! Так вот. Мы должны сделать так. А помните? Не догадался я. У меня есть такая фотография. Там моя племянница. Она тогда ещё девчонкой была. Сланг с этим. Струя воды. Вспоминайте. В 15-м году купил участок. Прикупил за миллион рублей. У меня некуда было деньги давать. А земли не было. Я прикупил его. И вот уже деревья были однолетки посажены. Приготовлены на жрани. И уже в середине лета. Они были небольшие такие. Садиментом полчат. Получат. И она стоит из шланга. С сильной струей их поливает. Ну вспоминайте. Не догадался я эту фотографию. Где я сейчас найду? Вот. И что получается? Я говорю, смотрите. Вот. Вместо вот этого самого. Кинул шланг. Это я как бы раскрываю эту тему. Кинул шланг. И он льет, льет в одно место. И там уничтожается, знаете, дождевая червя. Помните, что такое? Почему червяков червей назвали дождевыми? Ну, наверное, по традиции. Вот дождь прошел, червя все снаружи. Вот они на асфальте. Вот их птицы клюют. Вот они уничтожены. Особенно, когда длинные асфальты. Они без помощи перед, как вы знаете. Перед длинными они без помощи. И они уничтожаются буквально. У меня дважды было когда полный бассейн червей. Как они туда? Крыльев нет. Ну, в отчаянии вылазили из земли. Лезли, лезли, лезли по видимо. Я там не видел как. Ну, как может бассейн попасть в метровой высоты? Значит, они лезли, лезли по стенке бассейна. Падали там. И там погибали. Я показывал фильмы. Снимал фотографии. Делал фотографии. Вот. Это страшная вещь. Отчего это самое. И даже пишут, что кинь тишланг под дерево. Как называется? Ну-ка. Одно из подлещих слов. Началось с транспирацией. Непременно ток воды. А ток воды еще создавали люди. Называя это влагозарядковый полив. Страшное, дебильное слово. Как это с улыбкой произнести? Влагозарядковым полив. Улыбаешь. Потому что хочется мотивиться. Ты не сказал. Понятно. И вот что дальше. Получается следующее. Она стоит со шлангом. Этим самым. Струей воды. Смывает. Тлю. Жукову. Пауку. Все. Все. И главное. Пыль. Потому что главный враг. Устиц. Которые. Они же малюхонькие. Мы их не видим. Они микроскопические. Пыль. Это просто самая обыкновенная пыль. И вот оно теперь такое. Деревце. Которое вот так вот было. Все сбито. Все это. И вот. И оно продолжает расти. А что вы растете через коллективы? Вы же сами видели. Это же не сады. Ильян Александрович. Подтвердите. Что это сказка. А не сад. И вот дальше. Значит. Транспирация. Поговорили. Поговорили. Значит. Получается что? Бездоланная транспирация не будет фотосинтеза. А что только транспирация? Как ее усилить? Я уже сказал. Фух. Неужели это никому не интересно? А вот и продолжаем. Человек продолжает. Я даже не вижу. Есть ли тут подпись? Интересная подпись. Вы знаете какая? Ни фамилии тебе. Ни отчества. Ни имени. Благодарный подписчик. Ну что. Для меня это в общем-то. Это уважительное. Благодарный. Значит. И за что? Читаю дальше. А его письмо не закончено. Сначала условия создать бы научиться. Оказывается ведь многому не надо. Знай плати. Понял чей адрес. Извиняюсь за рефлексию. Теперь понял откуда ваш настрой. Куда. Кругом это оболвание. Сегодня я обещал улыбаться. И уже там отругал нашего человека. Который умудрился после годовалого этого. Годовалого саженцы. Не в него их копать. И до второго года. Они еще в стене влазят. Вот такие вот уже. И тут отругал. И еще этих зацепил. Сами знаете кто. Белец и прочее. Ну пока не получается у меня. Вот. Радостно. Что есть здравомышленные люди. Пассиональные, деятельные. Спасибо вам. И дай Бог здоровья. Сил. Долголетия. Приятных, радостных моментов. Я уже не раз говорил, что я пассиональный. То есть пассиональный мы сегодня не будем. А то не поймут. Так. Ну вот это все пропускаю. Значит когда-то было. Даже знаете почему. Даже в фильме можно сесть. Если все это раскрыть. Хотя это все правда. Это все есть. Вот. Когда-то был. Я не знаю какие-то люди. Странно. Они проводили совещание по увеличению. По увеличению продолжительности жизни. Ну самое первое. Я знаю что. Надо чаще сексом заниматься. Ну скажи что это не так. Вот за это меня не посадят. Да. За эти слова. Правильно. Вот. Но. Вы еще тут уже отключились. Ну скажите что я не прав. Ну сколько анекдотов то. Про это все. Про это все. Я начинаю. Вот это все пропускаю. Ничего не буду. Ничего. Так. Но. Потом вы можете просто. Перечитать. Подумать. Что-то от вас зависит. Нет. Не умение плавать. Ну при чем тут политика. Да. При чем тут тюрьма. Не научим детей плавать. А. Бассейны ездят за миллионеров. А дети почти кто плавать не умеет. Сотни. Тысячи детей каждый год тонут. Скажите. Это сказывается на срок. Средний срок положения жизни. Вот. Ну а дальше. Вот. Это самое. За рулем пьяницы. Наркоманы. Ну. Что. Кто этого не знает. Другое дело. Почему здесь до сих пор за рулем. И вот они. Да. Пьяницы. Наркоманы. Вот сейчас вы. Уставьте массовую проверку. А до момента их сотни тысяч найдет. И прямо за рулем. Вот это вот. Ну и. Про. Это. Дороги смерти. Отдельный фильм. Дальше я не лезу. Я где-то такое скажу. Что это. За мной переедет воронок. Такие случаи якобы забывают. Потому что. Начинаешь говорить. А остановиться не может. Все. Вот они. Пальчики. Все. Ничего. Ничего я не говорю. Вы не слышали. Про дороги смерти могу сказать. Это. О разломах земной коре. Тут никто не виноват. К кому обращаться. Ну подумаешь. Ученые не хотят. Заказать. Что это. Имеет прямое отношение. К сотням тысяч аварий. К сотням тысяч смертей. Коллег. Сирот. К сотням тысяч. Только в России. Вот. Они не хотят это доказать. Хотя это кажется легко. Можно было бы водить без них. Я говорю как. Потому что. Не надо. Не надо. Просто должны быть чиновники. Тогда умные. Вот. А. Допустим. Раз доказать это можно. Значит дальше. Уже. Может быть какие то. Муниципалитеты. Проявили инициативу. И так далее. Кто то бы на этом. Сработало. Кого то уволили. А. Кто то может карьеру бы сделал. Ну. Пока вот так. Короче. Все вот это я пропустил. Вот. Ну ладно. Еще одно скажу. Только одно. Вы. Ломоносову. Знаете что было такое. Михаила. Ломоносова. Вот. А знаете что он написал книгу. Мне ее дали почитать как величайшую ценность. Величайшая книга. Может сейчас она есть в интернете. Она примерно называлась. Сбережение народа. Или может быть сбережение народа. Может что это уже от Солженицын. Ну примерно так было у Ломоносова. У Ломоносова был один из этих примеров ярких. Солдат забирали на 25 лет в армию. А в деревнях. Пустили деревни вот почему. Взрослые женщины принуждали к сексу детей. Мальчиков. Потому что. Я говорю. Мы тут взрослые люди. И это не политика. Тем более. Что с меня взять. Это был 17 век. И так. Значит. Людей брали в это самое. Как это называлось это. Как это называлось то. 25 лет это называлось. Это называлось. Рекрутерство. На 25 лет. Села опустевали. Женщины оставались без половых партнеров. И они принуждали их любыми способами. Детей заниматься сексом. И занимались детьми. Подчеркиваю. С детьми. Как только у них появлялось. Что там начиналось шевелиться. Приходило время. Они взрослые. А детей начинать уже не могли. Вступали в брак. А детей уже рожать не могли. Вот этот ранний секс уничтожал. Мне мужское начало. И это у Ломоносов. Извините. Когда вы говорите. Что Ломоносов гений. Так тогда и слушайте его. Это не я. Это Ломоносов. Никакой палец. Ломоносов. Можете даже прочесть это в книге. Ну. Все. Дальше не буду. А то договорюсь. Ну и сегодня меня понесло. Хе-хе-хе. А знаете почему? Я закончил прививки. Персики только привил. Две недели назад. Они у меня уже. Все пошли. Друзья. Колитис. Или Макаров. Или Мизина. Присыл мне. Со. Черенки персика. И наверняка вот таких вот. Все пошли. Уж я постарался. Раз. И все сделал. Бутылочками накрыл. И уже три пересадил. Уже когда. Это. Ладно. Раз. Правда. И одна лоскадекта все таки есть. Опять же. Кто-то из вас писал. Все таки абрикосов супер сортов. Они оказались мертвыми. Что есть то есть. Значит. Что я сделал. Одну пришлось выбросить сразу. Вот. В общем. Символически парочку привил. Но все равно. По-моему мертвая. Вот. Тут промашка вышла. И кто-то из вас сказал. Что теперь я крайний. Потому что дерево. Откуда ж. Вот эти вот. Абрикосы. С такими плодами. Было. Якобы погибло. Да. Видимо. Уже. Пселенки. Срезали. Скорее всего. Были уже не годы. Вот. Это маленькая. Маленькая. Из двух. Я полшу. Три посылки. Я разговариваю. Посмотрю. Что получится. Тоже поздновато. И по двое уже пошли в рост. И эти. Прямо посылки зазеленели. И там эти были. Круши. Внутри. Красное мясо. Вот. Я их привел. Посмотрим. Что-то приживется. Что-то нет. Поздновато. А те. Вроде бы вовремя. Вот. Персики вовремя я получил. И вот. Я надеюсь, что южные персики я сохранил. Как? Это уже моя головная боль. Три. 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 Три.